Впервые с инновационной концепцией фитнес-клубов No Limits мы познакомились в нашей бизнес-экспедиции Tour de France. За месяц мы проехали пол Европы в поисках представителей стран СНГ, которые начали за рубежом собственное дело. И когда с дружественным визитом мы посетили Прагу, то оказались в одном из клубов No Limits, основанных интернациональной командой, состоящей из украинцев, голландцев и чехов. Для тех, кто не видел наш первый ролик, кстати, рекомендуем это все-таки сделать, мы вкратце напомним, в чем состоит инновационность подхода No Limits. Эта идея создать на минимальной площади, это 250-300 квадратных метров, полноценный спортзал, полноценную спортивную студию. При этом не используя никаких новых технологий тренинга типа EMS, это электростимуляция. Да, мы знаем, когда люди добровольно выставляют два пальца в резервку. Новое – это, в принципе, хорошо забытое старое. Нормальное физическое упражнение не может заменить ни одна EMS-аппаратура и ни одна стимуляция. Можно, конечно, купить дорогие тренажеры, его поставить, и в результате тренажеры превратятся в мемель, если не будет правильного конца. Карта, которую я держу в руках, по сути является ключом. Мы сканируем клиентов при помощи меланайзера. Это устройство в течение 5 секунд сканирует ваше тело и снимает параметры. То есть всего через 5 секунд ваши параметры будут на этой карте. Потом вы подходите к тренажеру, садитесь, вставляете карту, и машина автоматически поднимает сидение на нужную высоту, и вы занимаете правильное положение. Вам даже не нужно думать об этом. Мы заняли нишу, это между реабилитационным центром и профессиональным спортзалом. Наше оборудование имеет европейский медицинский секретарь. Что еще в концепте? Это индивидуальный подход к каждому клиенту. То есть от того, что сейчас в зале есть люди, 4-5 человек, это считается 4-5 персональных тренировок. От того, что тренер один, это не значит, что тренер не следит за каждым из этих людей, которые занимаются. Все, что делает человек на тренажере, оно отображается у тренера на компьютере, на терминале. И в любой момент, если человек делает какие-то ошибки, тренер это увидит. Результат достигается за счет сочетания упражнений на силу и выносливость. И применение оборудования мелом, конечно же. Уровень его метаболизма будет значительно выше в следующие 2-3 дня. После обычной кардиотренировки, ваш метаболизм вернется в норму примерно через 24 часа. Это значит, что если вы бегаете, то вам придется бегать 6-7 раз в неделю. То есть практически каждый день, чтобы иметь высокий уровень метаболизма. С мелом вам нужно будет тренироваться всего лишь 1 раз в 5 дней. То есть это примерно 6 раз в месяц. Так что бегать нужно только раз в неделю. Минимум, минимум, но только не в неделю, а 1 раз в 5 дней. Это связано с суперкомпенсацией, но это уже слишком сложная история. Естественно, мы поинтересовались и о планах выхода сети на украинский рынок. И вот что услышали в ответ. Знаете, оборудование дорогое. То есть, грубо говоря, ну, стоит 150 тысяч евро. Для того, чтобы мне его завезти в Украину, я должен заплатить еще 30 тысяч евро. Дальше я его завез. Сделал клуб, вложил деньги в ремонт. И что дальше? Дальше меняется какая-то опять ситуация. Или законодательство. Или там еще что-то. Там земля с небом сойдется в Украине. Именно в этом месте. Я просто потеряю инвестиции. То есть Украина это для инвестиций очень опасная страна. Это, понимаете, есть такая пословица, когда в ход рубль выхода нет. Я в Украине вел бизнес очень давно, еще с 90-х годов. И я вам скажу, что тогда в 90-е, а что сейчас. Бизнесу, не важно, кто будет президентом бизнесу, нужны четкие правила. Для того, чтобы бизнес мог спланировать. А так, я не знаю. И вот, спустя всего полгода после нашей встречи в Праге, сеть No Limits появилась и в Киеве. Мы, разумеется, отправились сюда, чтобы узнать, почему это, собственно, произошло. С какими сложностями столкнулась компания. И как, собственно, выглядит и работает первый украинский клуб No Limits. Когда мы общались полгода назад в Праге, были сомнения. Я помню, что это нашло в интервью. Были не сомнения. Было так, что вечером я хотел заходить в Украину, а утром уже не хотел. Ты спросил, почему, я говорю, новости смотрел. Каждый день раз говорил. Скажем так, даже при всем при том, с чем пришлось столкнуться и выбором локации. Кстати, не так много помещений оказалось в Киеве под такой концерт. Почему, кстати, все-таки атмосфера, расположение такое неоднозначное, мне кажется. Трафик здесь какой, я не знаю. Есть уже люди здесь? Есть. Есть? Какие-то есть? Есть определенная целевая аудитория, которая... Такая, премиальная. Да, которая здесь ходит очень часто в коридорах, встречаешь людей, которых ты видишь постоянно по телевизору. Сколько уж Куб работает? Полноценно, наверное, три недели где-то, потому что первая неделя у нас было обучение тренинга. Петр сюда приезжал. Мы неделю обучали людей для того, чтобы... Тренеров, да? Да, конечно, потому что это же оборудование новое и нет специалистов в Украине, которые у меня пользуются этим оборудованием. Какие были вот сложности с открытием? Мы тут походили вот так, посмотрели, с некоторыми уже столкнулись, может быть, что-то еще. Я знаю, что пришлось двери даже вести. Самое такое... Первое, а сложность – это персонал. То есть люди все-таки сложнее, чем двери. Да, оказалось намного сложнее. Почему? Потому что достаточно хороших профессиональных кадров в Украине я ожидал увидеть чуть-чуть побольше, чем в той же Праке. Почему? Потому что всегда Украина, она такая, ну, спортивная страна была, в принципе. Да. Но слабо развитый тренерский состав в плане профессиональной подготовки. В принципе, поверхностное знание есть, но углубленных нет. Почему? Потому что в Праге, например, мы, когда делаем тест на InBody, когда мы определяем состав тела, то, в принципе, тренера достаточно хорошо рассказывают. А здесь надо людей обучать. Я думал, что построиться, построить что-то или сделать ремонт в Украине будет дешевле, чем в Праге или в Испании. За счет того, что, ну, во-первых, зарплаты поменьше в Украине, вот, но оказалось нет. Так вот, чтобы получить такое же качество работы, как в Праге, как работают те же украинцы в Праге, да, здесь это обойдется процентом на 30 дороже. Такое впечатление, что они после пересечения границы обратно сразу расслабляются. Я долго спрашиваю, интересовался у прорабов, у компании, которая в подрядчике была, почему люди, украинцы в Праге работают отлично, претензий нет, а здесь у себя на родине люди просто не хотят работать. Я не понимаю, почему. Причем я платил те же деньги, даже дороже, нежели я платил подрядчикам в Праге. Здесь ремонт мне обошелся на 30% дороже. Плюс, кроме рабочей силы, дороже строительные материалы. Мало того, их просто нет в наличии, их надо заказывать, долго ждать. То есть ремонт я здесь сделал, я должен был открыться в первых числах сентября, а открылись мы, слава богу, 1 октября. То есть на месяц я в сроках провалился. И провалился только из-за того, что нету наличия строительных материалов. То есть мне надо, например, 13 дверей. Да, они есть. Какие-нибудь итальянские двери с итальянской фабрики, которые в Праге стоят 2000 икрон. Здесь они стоят 8000 гривен. Ну, гривен и крон – это примерно одинаковый путь. То есть двери пришлось везти с Праги. Много ли нужно объяснять людям концепцию Коуба и как они на нее реагируют? Мы не объясняем. Мы даем людям пропагандировать. Просто объяснить, вот когда выходил первый айфон, да, как можно было объяснить, какой он будет классный до того, как он появился. То есть мы специально не говорим людям цену, когда люди нам задают вопросы, либо в фейсбуке, либо на сайте, либо звонят. Когда люди спрашивают, какова цена, мы никогда не говорим людям цену. Мы сначала приглашаем их попробовать, а потом мы говорим людям цену. Из всех моих знакомых, им нравится следующее мероприятие. Они все задают вопрос. Я привязываюсь к времени тренера? Я говорю, нет, у нас клуб работает там 7 до 10. У тебя есть карта, ты приходишь и занимайся. Тренер всегда есть, всегда тебе поможет. Но тренер для Милона, он не нужен. Оборудование настраивается так четко, и на нем нельзя пораниться. Здесь нельзя сделать... Кстати, да, напоминаю для тех, кто в группе смотрел предыдущий ролик, что техника сама становится. Нельзя, ничего сделать неправильно. Какой основной сегмент людей, которые ходят к нам в право? Я уже даже шутить начал там в фраге я и мои бабушки. Вы же видели, что там в основном люди 45, 50, 55, 60. В Украине нет среднего класса, который может себе позволить это сделать. И вообще, честно говоря, по здоровью нации, очень такая удручающая картина. Здесь все-таки уже к 50 годам человек, редко найдешь здорового человека. После 55 лет люди уже просто выживают, доживают, тратят деньги не на спорт и не на поддержание здоровья. Они идут в аптеку и спускают там свои последние деньги. Пока меряем вес. Ну это же с одеждой же. Ну да. Хорошо. Ну в смысле плохо. Сколько мне жить осталось? Нет, нет. Ну с этим просто надо работать и обращать на это внимание. Все-таки. Видели? Да, да. Я своим скромным примером показал вам, какой мотив получает человек. Тренировку продолжаешь в любой точке земного шарика, где есть олигинс. Вставляется карточка и сразу же тренажер помнит, с каким весом в последний раз человек работал, его план тренировок и все остальное. Единственное, что тренер чужого клуба не может посмотреть на результаты человека постороннего. То есть его все-таки ведет свой тренд? Да, почему бы это связано с защитой информации. В каждой стране разные, скажем так, отношения к персональным данным. Но это и не надо. Человек же может спокойно сам зайти и посмотреть. И как только человек регистрируется на ОК, к нему на почту приходят уведомления с паролем, ну, заходят в личный кабинет и смотрят, что он делал, как он делал-то. Не, ну, это вообще, это главная, мне кажется, фишка самой системы, это облашенность. Это круто. Уже третий клуб Праги, это новый, это уже наша, как бы, ну, совместная деятельность. Появился у нас украинский инвестор на этот клуб и мы совместно. То есть Прага инвестирует в Украину и наоборот тоже. Ну, так тоже бывает. Дим, какие планы вообще, ожидания от этого клуба, какие планы по Украине? Дописываем франшизу. Ну, мы на самом деле сейчас заканчиваем уже... Заканчиваем писать франшизу. Это вот уже есть, что показать. Это получился, в общем-то, один из самых больших клубов Европы на Мелоне. Уже есть, что показать. Вот и все планы. Какие города, в первую очередь? Ну, я думаю, что это будет Днепропетровск, Одесса. В таких городах, как Киев, сколько может быть Мелонов, в принципе? И планируется ли франшизу продавать на Киев? Конечно, конечно. Почему? Потому что, единственное, будет ограничение, что... Были же моменты с поиском помещения? Ну, во-первых, поиск локаций. Во-вторых, как бы будем смотреть, чтобы клуб на клубе не стоял. Ну, да. Для того, чтобы... То есть еще парочку в Киеве открыть можно, да? Я думаю, что в Киеве можно открыть еще штук 5 клубов спокойно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!